Спровоцирую вас на эксклюзивные аплодисменты для Евы Быковой. Давайте-ка пригласим Еву выйти к нам на эту площадку. Нет, не так аплодируют эксклюзивному партнеру погромче. Попрошу вас всех, давайте, поддержите. Спасибо большое. Ева, добро вам пожаловать. Приглашаю вас присоединиться к нам. Выходите на нашу центральную позицию. Ну, да, даже я бы так сказал, немножко праздничную. Здравствуйте вам отдельно. Микрофон уже у вас. Прошу. Спасибо, здравствуйте. А где пульт? Держите, передаю вам. Итак, друзья, внимание, выступление друга фестиваля Просто Неба Евы Быковой и ее компании Ева Влад. Я хочу поговорить с вами о нашей стране. Украина. Это удивительная страна, богатая ресурсами и природными, и человеческими. Украина, мы, мне кажется, иногда, когда я думаю о нашей стране, мне кажется, что мы ее недооцениваем. Потому что мы привыкли к тому, что ее разоряют, мы привыкли к тому, что наши природные ресурсы уничтожают, продают за границу. Но, тем не менее, тем не менее, у нас есть огромные достижения. Я попрошу, по-прочему, мне это... Давайте, я буду, если что, по большей опасечке пожевать. Да, потому что мне очень тяжело, и я как-то не могу собраться с техникой. Будем вместе сообщать, что называется «Синергия усилий». Итак, вы мне там подавайтесь сигнал. Итак, когда это... Я думаю, что немногие из вас знают, что Украина достигла больших результатов газовой промышленности. Имеется в виду, мы производим очень много оборудования для газовой индустрии, занимаем пятое место в мире. Мы возобновили строительство военных судов. И на самом деле мы во многих отраслях немножечко оживаем. Я... Когда я думала об этом, я подумала, а что я могу сделать для нашей страны? Вот я владею мебельной компанией. Что я могу для нее сделать? И... Придумала. На сегодняшний день мы для себя решили, что мы стремимся создать мировой бренд украинской мебели. И на самом деле нет ничего невозможного, потому что все ограничения в нашей голове. И мы верим в то, что у нас это получится. У нас очень много проектов, у нас очень много партнеров, которые находятся за рубежом. Мы работаем с Саудовской Аравией, мы работаем с Америкой, мы работаем с Азербайджаном. И... 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 Основой нашей компании является фабрика Лагода. Фабрики Лагода 70 лет. И мы... 6 лет назад она стала нашим достоянием. Это то, что мы тоже делаем для Украины. Мы... Мы сохранили бренд. Мы его возобновили. Мы на сегодняшний день... Ева, простите ради бога. Дело в том, что, не знаю, то ли слайдер заклинило, то ли меня, но я не могу вас не перебить. Вот что-то внутри мне подсказывает, что я должен это сделать. Вы можете расценить это как какой-то, знаете, грубый с моей стороны. Но ни в коем случае это не так. Правда, Ева. Дело в том, что для меня дошли слухи, оперативная информация, доложили. Вы же понимаете. Вчера у Евы был день рождения. Я думаю, что мы начнем, во-первых, с аплодисментов для Ева. Спасибо. Ева, позвольте, я вас за руку сопровожу ближе к центральной позиции, потому что здесь день рождения вчера был. Я надеюсь, вы расслышали. Поздравьте Еву с этим праздником и ее коллектив вместе с ним с шикарным тортом. А вот коллектив что-то я хотел бы громче услышать. Здравствуйте. Посмотрите на них. Это действительно мои ребята. Это действительно моя команда. Это действительно потрясающие люди, с которыми мы создаем нечто, чем мы можем гордиться. Я очень хотела бы, чтобы этим гордились и вы. Спасибо большое. Ева. Я жива, да, совершенно. Я просто восторг. Спасибо. Дамы и господа, это правда незапланированный такой перформанс, который, конечно же, для вас, как уважаемого и любимого руководителя основания компании «Ева Лаб» сделали ваши друзья, ваши сотрудники, ваши соратники, все ваши близкие, можно сказать, люди. Но, парни, я не сдерживаю ваших тех вот собственных движений, которые вы хотите сделать. Наши гости отметят изящную, невероятную форму этого торта, потрясающую из позиции дизайна. Я думаю, что я сейчас приглашу также вашу очаровательную дочь Анну Бекову, которую я думаю, что сейчас где-то здесь я разыщу. Аня, позвольте. Но несколько слов, знаете, все-таки день рождения, Ева, не даст соврать, такой праздник, не знаю, хорошо или плохо, что он происходит только один раз в году, но в этот день или сразу на следующий день, как в данном случае принято говорить какие-то и в публичном варианте тоже теплые важные слова. Прошу вас, Аня. Едет, по-моему, что мне попросят что-то говорить. Мы знакомы с Еврдольфьей очень давно. Очень давно. Очень безумно давно. На самом деле, то, что Еврдольфь нас создала, это невероятно, потому что вот эти все люди, которые здесь присутствуют, это люди, работающие в нашей компании, которые днем и ночью планировали сюрприз, днем и ночью планировали наш прекрасный стенд. Благодарна вам за ваш труд, за то, что вы создаете что-то необычное, неординарное. И у нас есть большой торт. Приходите к нам на стенд. Милости просим на наш стенд. Так что, друзья, без бонусов не обошлось. Как и положено, радушные хозяйки гостеприимные, вы пригласили, и Ема пригласила всех к стенду, там, где будет разрезан этот тортик. Ну, а пока давайте от дел праздничных, к делам тоже не менее интересным и важным. Простите, что перебью вас. Ради бога. Тем не менее, я хочу продолжить свой рассказ об этих удивительных ребятах, которые создают удивительные вещи. И я горжусь тем, что у меня такая команда. Расскажу немножечко о нашей компании. Компания была создана шесть лет назад. Базовым ресурсом, производственным ресурсом нашей компании является фабрика Лагода, которую мы купили. И она была просто в жутком состоянии. Я считаю, что это большое достояние наше. И огромная работа нами проделана, когда мы восстановили работу этой фабрики. И на сегодняшний день фабрика имеет свое имя, как бы восстановленное имя Лагода. И уже восстанавливает и те ресурсы, которые у нее были, и ту репутацию, которая у нее была много-много лет назад. На сегодняшний день мы приходим во многие учреждения, мы говорим о том, что мы компания Лагода, и о нас вспоминают. То есть я считаю, что для Украины мы тоже сделали маленькую часть, ну, какой-то работы, которой можно гордиться. Я немножечко могу рассказать вам о тех проектах, которые у нас есть, потому что они очень разные. Я знаю слухи, которые уходят от нашей компании, и о нас говорят о том, что мы производим мебель исключительно в классическом стиле. Нет. Мы компания проектная. Что это значит? Мы работаем с многими архитектурными и дизайнерскими бюро. И выполняем под ключ. Мы выполняем все то, что предложено в проекте архитектурном или дизайнерском. Этот проект выполним в городе Одесса с дизайнером Танитой Салакаин. Это одесский офис, бюро Декар. Это Оксана Лохницкая и Добровольская. Лена Добровольская. Это проект в городе Киеве с Костей Орловским. Это проект с нашим клиентом, который захотел быть дизайнером. Кроме частных проектов, у нас очень много корпоративных проектов. На сегодняшний день одним из последних проектов, который мы закончили в мае месяце, это гостиница Олок. Полное оснащение номерного фонда, полное оснащение общественных зон. Это все работа наших ребят. Бутик Диор, компания Диор. Гранд отель с компанией Арсидея. Удивительный проект на самом деле, потому что я привыкла к тому, что мы работаем с большими проектами. И эти большие проекты, как правило, приходят из-за рубежа. Имеется в виду гостиница Олок, это американское бюро. И многие отели, мы работаем с иностранными бюро архитектурными. А здесь, в общем-то, украинский отель, Гранд отель и проект полностью выполнен украинским архитектурным бюро Арсидея. Нас это удивило и проект совершенно замечательный. Я рекомендую, когда вы будете во Львове прийти, почувствовать атмосферу, которая есть в этом отеле. Он потрясающий. Сейчас мы работаем, в данную минуту мы работаем над реализацией проекта большого шоу-рума компании «Мили». И это то, чем горжусь я. Знаете, я... Когда у нас была война, началась война 4 года назад, я помню, такая атмосфера была очень напряженная. Все говорили о войне, все говорили о крови, все говорили о том, что в этой стране очень тяжело и невозможно жить. Все боялись, боялись каких-то наповедений. И я помню, я как женщина, мне было очень тяжело, я не знала, что мне с этим делать, потому что на тот момент у меня было 120 человек в компании. Я не знала, как мне, ну, что мне делать, закрывать компанию, идти там, не знаю, медсестрой на фронт или еще что-то. И я вышла на улицу перед своим офисом, встала, была весна, цвели цветы. Я стояла, задавала себе вопрос, Ева, что ты можешь сделать? Вот что ты можешь делать сейчас, в данную минуту для своей страны? Я поняла, что созидать — это тоже здорово. Это... Не обязательно идти на фронт, не обязательно быть медсестрой, не обязательно перевязывать раны, не обязательно на какие-то битинги или еще куда-то. Когда ты созидаешь, это здорово, это помогает всем, потому что, когда ты создаешь нечто хорошее, вокруг тебя образуется определенное поле, ты притягиваешь к этому полю людей, и добро нарастает, созидание нарастает. Ну, это были мои мысли. Поэтому вот Мариинский дворец — это то, к чему я струдилась три года. Я три года мечтала о том, что мы приложим наши усилия для того, чтобы увеличить свою работу в определенном смысле. И на сегодняшний день мы работаем в Мариинке, и проект очень красивый, проект удивительный. И я предлагаю вам посмотреть фильм. Внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И одна эта мысль меня будоражит То есть я знаю точно, что то, что создаем мы, мы это создаем на века То, что мы стремимся создать мировой бренд украинской мебели, нам это подвластно Я призываю всех, давайте строить Украину новую, давайте строить Украину такую, которой будете гордиться вы, ваши дети, наши дети Которая нам комфортно будет жить Давайте создавать Украину, из которой не будут уезжать хорошие специалисты за рубеж в поисках счастья А будут с удовольствием оставаться здесь и создавать такие шедевры Спасибо вам большое Мы двумя руками за Ева, мы благодарим вас за не только очень яркое выступление Я думаю, что это финальное видео, примите, пожалуйста, эти поздравления, которые тоже только для вас, Ева Да, конечно, держите Ева, для вас Бубальная минута Так сложилось, что у Евы Рудольфовны вчера был день рождения И я думаю, что наша компания частично находится здесь, на душе мы все с вами Мы бы хотели вас поздравить с этим днем Говорить много не буду Просто скажу, что работать плечом в плечо с таким талантливым человеком, который смог в себе совместить И великолепного руководителя И прекрасную, красивую женщину Это просто гордость Спасибо большое Ева, еще раз наша всеобщая благодарность Я думаю, что от того видеоролика, которого она продемонстрировала, побежали мурашки не только у меня Это действительно шедеврально Спасибо за ваше внимание деталям Приверженность к вашему труду, к вашему творчеству И той работе, которая, правда, делает жизнь всестороннюю более интересной и красивой И которая заставляет по-другому смотреть вообще на этот мир Спасибо вам большое И с днем рождения вас, Ева Спасибо большое